Всем привет! Вы смотрите Навигатор Игрового Мира. В прошлом выпуске мы терроризировали мирных жителей в мрачной Тиране и отбивались от кукурузных зернотавров в настолке «Время приключений. Карточные войны». А вот о каких неведомых зверушках мы расскажем вам сегодня. Дружелюбный орел-людоед из The Last Guardian и крысо-убийцы из Dishonored 2 в рубрике «Отвинта». Сторожевые псы, которые проглядели глюки. И настоящие монстры боевых искусств в подборке лучших игр декабря. А теперь игры декабря. На вторую половину месяца остались самые интересные новинки. Ну, какую игру можно ждать от студии Mimimi Production? Небось что-нибудь про анимешных девочек с кошачьими ушками. А вот поди ж ты. Немцы делают ни много ни мало духовного наследника тактической серии «Коммандос» только в антураже средневековой Японии. Отряд из пяти бойцов будет тайно проникать, скрытно убивать, прятать трупы в снегу и подмешивать яд в чай супостатам. И это лишь малая доля возможностей, доступных в Shadow Tactics Blade of the Shogun. Как нельзя, кстати, в декабре и симулятор зимних экстремальных видов спорта Steep от компании Ubisoft. Если вы всегда мечтали полетать на параплане или с винг-сьютом между заснеженных пиков, то эта игра точно для вас. Только успевайте от горных хребтов уворачиваться. Поклонников же более приземленных видов спорта ждут сноуборд, лыжи и множество крутых склонов с трамплинами. Впервые показанное публике еще семь лет назад The Last Guardian стало главным поводом для шуток над PlayStation. Настолько долго шла разработка. Премьеру несколько раз откладывали, а в какой-то момент и вовсе казалось, что проект умер. Но теперь шутки кончились, и игра от создателей культовых Aiko и Shadow of Colossus действительно выходит, пусть уже на PS4. Нас ждет трогательное и все еще окутанное тайной приключения мальчика в компании удивительного и могучего зверя Трико. Но сперва придется заслужить любовь и доверие этого странного существа, похожего то ли на Грифона, то ли на собаку. Прошли те времена, когда игр по Вархаммеру было непростительно мало. Теперь каждый год выходит по несколько, пусть и не все идеальны. Вот и очередной боевик на пороге. Space Hulk Death Wing — это история боевого похода безжалостных космодесантников, готовых пожертвовать и своей, и чужой жизнью для выполнения приказов. Полтер в одной руке, силовой меч в другой и вперед, громить орков и генокрадов. Третий сезон приключенческой серии The Walking Dead получил название A New Frontier и, как всегда, выходит чуть ли не на всех популярных платформах разом. События новой игры развернутся через 4 года после начала зомби-апокалипсиса, и в центре сюжета окажутся сразу пара героев. Храбрую девушку Клементину поклонники уже давно знают, а вот разыскивающий свою семью молодой парень Хавьер может оказаться и с парой скелетов в шкафу. Наконец-то в целом мире прекратилась суета. Начинается в тире передача «Отвинта». «Отвинта!» «Отдак!» Я говорю, что это гиппогриф. Это Пегас. Пегас? Папа Ладору? Так. Вот. Папа Ладору. Пегас – могучий белый конь с золотыми крыльями. У него шелковистая грива, а дыхание распространяет аромат цветов. Это что, похоже на твоего вонючего Трико? Да с чего ты взял, что он вонючий? Здравствуйте. Мы обсуждаем новую игру, которая называется «The Last Guardian». Это история о похищенном мальчике, который оказался заточен в гигантских древних чертогах. Пробиться на свободу ему помогает огромный зверь по имени Трико. Мальчик нашел животное в развалинах, утыканного стрелами и стекающего кровью. Подлечив Пегаса… Да какого Пегаса? А что это, по-твоему? Конь с крыльями. Пегасы есть. Это гиппогриф. Что? Гибрид грифона и коня. А грифон что такое? Гибрид орла и льва. Хм. Где-то в недрах замка скрывается знатный селекционер. Как бы там ни было, отношение мальчика и Трико – важнейшая часть игры. После спасения… Как? Да гиппогрифа. Ну, ты что, не помнишь? Конь, исчадие кобылицы и грифона, перья и крылья в отца, и передние лапы и лоб. Остальное же все как у матери. Ну, Людовик Ариоста. Так вот, спасенное исчадие вовсе не бросается радостно облизывать мальчика. Гиппогриф у нас нормом. Его дружбу и доверие надо еще заслужить. А какова его роль в игре? Ну, помимо общения с мальчиком. Как видишь, бестия довольно крупная. Может выполнять тяжелую работу и сокрушать преграды. Нести наездника. Одним прыжком преодолевать пропасти. Нам ведь надо выбраться из замка, не так ли? Есть у него и редкие способности. Например, он может вжарить молнию, если что. Другое дело, что Трико прямым приказам редко подчиняется. Его надо умасливать. Подачками, приманками, лаской. Как огромного кота. Причем надо учитывать настроение гиппогрифа. Настроение можно понять по поведению и цвету глаз. Если глаза красные, бестия не в духе. Лучше не соваться. Поведение Трико меняется со временем? О, да. Руководитель проекта Фумида Уэда уверяет, что в результате каждый игрок получит собственного Трико с уникальным характером. А другие персонажи в игре есть? Есть. Стражники, другие грифоны. Но им досталась роль статистов. The Last Guardian – приключенческая игра. Но главное в ней – это отношение между мальчиком и питомцем. Надеюсь, что у него нет блох. Потому что они были бы размером как раз с этого мальчика. Мало выпустить хорошую игру. Нужно еще сделать это вовремя. Да. Ты о чем? А Дизонор 2. Игра прекрасно гармонирует с зимней депрессией. И одновременно показывает, как ее избежать. После драматичных событий первой части минуло 15 лет. В Дануоле снова неладно. Из ниоткуда возникла сестра покойной императрицы – Далила Колдуин. И в два счета захватила трон. Наш герой Корва опять в бегах, как и его дочь Эмили Колдуин. Дочь, значит? Да. Наконец, это обстоятельство разъяснилось окончательно. Ну, в принципе, многие и так догадывались. Уж очень сильно Корва переживал за принцессу в первой части. В Дизонор 2 можно выбирать, за кого играть. Собственно, за Корва или за Эмили. У них разный набор умений. Фактически это означает, что игру можно будет с удовольствием пройти дважды. Тебе нравится проект? О, да. Дизайн в первую очередь. Архитектура, персонажи, эти чудовищные китобойные суда. У игры ярко выраженный художественный стиль. Элементы стимпанка. Посмотри только, какая очаровательная пишущая машинка. Ну, хватит. Ну, что ты хочешь напечатать? Ну, мало ли, может, у меня вдохновение. Ну, прекрати. А вот аудиограф. Прелесть, не так ли? Давай послушаем. Мы оба знаем, что тот, кто убивает моих врагов, хочет ослабить меня. Ну, прекрати, я сказал. Ладно, ладно. Ну, согласись, вещички отличные. Так что случилось с героями? Они поступили так, как хотел бы сделать я. После того, как выглянул утром за окном. В смысле? Покинули холодный и мрачный Дануэлл и отправились в город Карнака, расположенный на теплых островах. Формально, для того, чтобы выяснить, откуда появилась Далила и как ее побороть. Но в действительности, я уверен, что это всего лишь повод, чтобы сбежать из промозглого Дануэлла туда, где Солнце можно увидеть не только в большом астрономическом справочнике. На сегодня это все. До встречи. Читайте в новом декабрьском выпуске Навигатора Игрового Мира. Watch Dogs 2 Уличные псы следят за тобой Игры и еда Как приготовить гамбургер из Диабло Где я? Кто вы? Путеводитель по вселенной Дизонорд Также в номере Мы разгадали Код Бесконечность Обзор новой Call of Duty Они заказали убийство Интервью с разработчиками Хитман Лол и Поп Популярные игроки в Лигу Легенд Декабрьский навигатор Игрового Мира Лучший новогодний подарок тем, кто любит игры Потому что мы верим Этот мир реален Любому хакеру удобнее работать там, где много глюков А в игре Watch Dogs 2 их набралось столько, что непонятно, кто тут кого взламывает Новый Google Мобиль настолько легкий, что на нем можно летать и плыть какое-то время Произведено в Бангладеше Не рекомендуется мочить Они говорили, надо закатать этого хакера в бетон Но лучший хакер на свете может взломать даже это Он сам кого хочешь в бетон закатает Зато в обычной жизни у ребят большие проблемы Не могут сами в магазин сходить или багажник открыть Рассеянно и просто А вот один секрет Как сделать хорошее селфи Ныряете на дно Находите слой, где нет воды И можете смело доставать смартфон Он не промокнет Гарантируем приток 8000 фолловеров И лечение в лучшей психушке Сан-Франциско Теперь о хакерстве на дорогах Вам нужен один длинный грузовик и столб Чтобы получился вот такой шлагбаум Не волнуйтесь, внутри нет водителя Система полностью автоматизирована А хотя, кто-нибудь помнит, у того бедолаги была семья? Перейдем к теме восстания машин Как видите, разумные машины собрались в одном месте Чтобы замыслить неладное против человечества Тут-то их испалили В прямом смысле Но не волнуйтесь, они не чувствуют боли Это же искусственный разум Наверняка за них будут мстить банкоматы Главный враг хакера — милиционер Смотрите, чтобы вычислить преступника, он перегородил шоссе Люди на работу опаздывают, а он — сержант Браун, предъявите документики Но этот сержант Браун оказался двуличным гадом Если взломать его профиль ВКонтакте И если расправиться с обеими его личностями, гражданам Сан-Франциско станет легче жить Watch Dogs — это игра про молодежь и эти непонятные хипстерские модные штучки Руферы, косплееры, что там еще? Вот, какой-то умник лезет по воздуху Небось, этому тоже какое-нибудь название придумали Лучше бы работу нашел! Прекратить это можно только одним способом Ну вот, успокоился А интересно ползал, может самому попробовать? Оооо, что-то пошло не так Надо было сначала на форумах почитать, как это делать Офицер, у вас проблемы? Не можете спуститься с небес? Что вы говорите? Это хакеры виноваты. Взломали город? Я вас познакомлю с подругой. У нее такая же проблема. Теперь не может жить на первом этаже. Зато на концертах не надо покупать места поближе. Все и так видно. Еще один парень однажды не смог достать ствол. Бедняга. Так и ходит теперь. Все достает и достает. Зато к нему на районе больше никто не пристает. Побаиваются. Зовут его Дерганый Джимми. Устроили его на завод. Детали закручивать. Еще он рэпером заделался. Слышали историю угнать за 60 секунд? Наш парень может за две. Раз и в вашей тачке как не бывало. А парниша 10 лет в тюрьме отмотал. А вот случай был, когда машину угнали прямо на глазах. Подходишь к ней. Раз и ее нет. В полиции только руками развели. Если вокруг вас хакеры, на хвосте агенты ФБР, а каждый шаг контролируется правительством, вот наш совет. Не пытайтесь решить проблему как герои Watch Dogs 2. И поменьше вам глюков. Жил-был Карл. Сам Том, конечно, не знал, что существует в настольной игре Агрикола. Работал денно-ношно, пахал, выживал. Была, значит, у Карла ферма, деревянный домишко и красавица-жена. В первый ход засеял Карл поле и получил зерно. Во второй построил из глины и камня печь и изготовил для семьи сдобные булочки. Клара осталась довольна. Захотел Карл профессию заиметь. В бюрократы там заделаться или в ученые. Но вышел из хвостуна только свиновод. Что делать? Сколотил хлев, развел свинтусов, а заодно закупил пару овец и челочку. Клара осталась довольна. Задумал однажды Карл в лес прогуляться. Дров нарубить, тростника наломать. Да вот не дошел. Зато Клара осталась довольна. Теперь еще няньку и тони спиногрыза. Да все хозяйство подсчитывают. В Агриколе всем известно, чейный Карл богаче тот и победил. И это самая игра предоставлена в hobbyworld.ru Активный отдых за городом – это целое искусство. Тут важна каждая деталь. Одна из самых важных – автомобиль. Он должен быть надежным и удобным. А еще не бояться грязи, как самый настоящий танк. Где такой найти – спросите у Wargaming. Вместе с Ульяновским автомобильным заводом они представили новый УАЗ Patriot World of Tanks Edition. Почему именно УАЗ? Ну, как мы уже говорили, УАЗ – это танк среди машин. Автомобиль рассчитан в первую очередь на бездорожье и заряжен по полной. Внутри Patriot отделан кожей с логотипами World of Tanks, а снаружи украшен фирменными наклейками. Именно эта машина стала главным призом в конкурсе «Вот эта семейка». Его финал прошел на VG-фесте. Такое красивое оформление будет доступно по желанию покупателей уже непосредственно в салоне дилера. Вместе с новеньким автомобилем будущие владельцы получат и небольшие бонусы в игре – танк КВ-5 и премиум аккаунт на полгода. Зима уже приближается, а значит пришло время утепляться. Кальсоны, уги, меховые шапки – каждый спасается от холодов как может. Но все мы знаем, что по-настоящему согреть в лютую стужу может только любовь. Любовь наших домашних питомцев. Не секрет, что четвероногие боевые товарищи тоже любят уют. Для них участники сшили теплые зимние костюмчики в милитари стиле. Процесс создания наряды и фотографии пушистой модели нужно было выложить на сайте. Командиры одели их в вязаные свитера, милые шапочки и платьица. А некоторые даже спрятали своих любимцев в уютные мини-танки. Список победителей и все работы можно найти на официальном сайте. Варгейминг поддерживает перспективные разработки через отдел VG Labs, а теперь еще и создала Wargaming Alliance для выпуска хитовых игр по всему миру. И начать решили с нового стратегического экшена от автора в серии Total War. Total War Arena на данный момент один из самых интересных проектов, доступных на рынке. И в момент, когда мы начали общаться с компанией Sega и Creative Assembly, проявился взаимный интерес между компаниями. Total War Arena – игра целиком самостоятельная, но поклонникам Wargaming не придется лишний раз регистрироваться. Total War Arena будет иметь единый аккаунт с другими проектами Wargaming, но следует иметь в виду, что экономика у проекта будет отдельная. Стрейвим аккаунты, золото или другие игровые приобретения никак не будут связаны с проектами основной трилогии. Это не первый совместный проект Wargaming и Sega и наверняка не последний, так что следите за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok